Он вообще был в идеале, этот телефончик, но пока я ехал в автобусе, я просто ключом от квартиры его расковырял. Хотел, чтобы мой экспонат выглядел максимально эффектно, как будто из фильма про Безумного Макса, дико трэшово. А перед началом ролика я бы хотел поблагодарить новых подписчиков, их имена сейчас вы можете видеть у себя на экране. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюсик под первым закрепленным комментарием, не забудь нажать лайк и колокольчик. Honor 20 за 16. Это просто уму непостижимо. Флагманский смартфон от Honor и Huawei последней ревизии на топовом чипсете за 16 тысяч. Именно столько я отдал за вот этот замечательный гаджет, который я приобрел на днях. Давайте я расскажу подробнее, как я купил этот смартфон за такую цену. Как-то однажды утром я увидел, что в M-Video на него какая-то сумасшедшая скидка. Сам смартфон стоит обычно 28. Там предлагали трейд-ин, ну обычно предлагают трейд-ин, минус там 6 тысяч за сдачу старого гаджета. А в этот раз посчитали почему-то не минус 6, а сразу минус 12. То есть этот смартфон стоял по цене 15 990. Это просто взорвало мой мозг, я понял, что мне необходимо его купить. Как бы там ни было, у меня есть свой основной смартфон, у меня есть еще куча, миллион разных смартфонов. Samsung S10e, айфоны различные, айфон 10R, который сейчас снимает это. Но я уверен был, что мне нужен Honor 20, хотя бы для того, чтобы рассказать о нем вам, сравнить его с айфоном. Ну за такие деньги я просто не мог его не купить. Сделал я значит заказ, указал, что пойду сдавать в трейд-ин. Приезжаю в магазин и тут меня ждет небольшой сюрприз. Подходя на кассу, я оплачиваю товар и хоба у меня недостаточных средств. Я не понял прикола, потому что перед этим ровно на эту карту я перевел 16, чтобы оплатить этот Honor. И почему-то не получилось. Окей, ладно. Спрашиваю, в чем проблема, мне говорят, смартфон уже стоит 23 или 22 тысячи, произошла ошибка техническая, сбой. И извините, мы вам типа ничем помочь не можем. Ладно, окей, говорю, вы не можете мне ничем помочь, но у меня один вопросик к вам. За каким хером вы мне написали, что заказ готов к выдаче, я могу приехать и забрать его? Я ведь ехал через весь город с ребенком, с маленьким, чтобы купить этот смартфон и в итоге просто придется ехать назад. Но я так чисто от балды решил написать небольшую претензию письменную, чтобы может быть в следующий раз такого не повторялось и просто так людей не гоняли туда-обратно. Я написал эту письменную претензию и ушел. Затем уже после 10 вечера, мы уже легли спать, ребенка уложили спать, выключили свет и мне поступил звонок от МВидео. Извинились сразу же и сказали, что завтра вы можете заехать за своим Honor 20 по той цене, по которой вы его заказывали. Мы приносим свои извинения, это наш косяк, мы все прекрасно понимаем. Я сразу же отблагодарил их и на следующий день приехал со смартфоном. Кстати, вот этот замечательный экземпляр я привез им на сдачу в трейд-ин. Он вообще был в идеале, этот телефончик, но пока я ехал в автобусе, я просто ключом от квартиры его расковырял. Хотел, чтобы мой экспонат сдачи в трейд-ин выглядел максимально эффектно, как будто из фильма про Безумного Макса. Вот прям вот дико трэшово. Я его когда сдал, продавец аж чуть не порезался по осколке стекла. Ну так вот, отдали мне Honor 20. О нем я уже сформировал определенное мнение. На своем канале в сообществе я выкладывал фотку сравнения цветопередачи различных смартфонов. Там я показал, как фотографирует iPhone, Galaxy S10e и Honor. И, ребята, вот хоть убейте, я вам клянусь, iPhone передает цвета намного точнее, чем эти два смартфона, потому что Honor делает что-то просто невообразимое. Подробнее о его камере я расскажу чуть позднее, да и вообще в общем о смартфоне я расскажу позднее. Пока что это лишь просто рассказ о том, как я купил его всего за каких-то 16 тысяч и, ну, возможно, небольшая инструкция к действию для вас. Если вдруг вы попадете в такую же ситуацию, обязательно пишите претензии и стойте на своем, потому что, в принципе, Nvidia поступили по совести и сделали так, как должны. Просто-напросто продали мне смартфон по той цене, по которой было указано в магазине, по которой я его заказал. За это им, опять же, огромный респект. Магазин Nvidia меня не раз уже радовал в этом плане. Однажды у меня был iPhone XR, у которого выгорел Pixel, я его отнес. И буквально на следующий день мне позвонили и сказали, что можете прийти, мы вам вернем деньги. То есть мне не пришлось ждать две недели, мне не пришлось ни с кем спорить, ничего доказывать. Все без проблем приняли и без проблем вернули мне деньги. И тут, опять же, вспоминается горький опыт МТС, которые, как последние мудаки, продали мне iPhone, у которого торчит клей, там щели какие-то, и просто отказались потом его принимать, хотя iPhone даже не был активирован, и я даже не убрал с него транспортировочную пленку. Вот вам, ребята, немножко пищи для размышлений, в каких магазинах стоит покупать, а в каких не стоит покупать. Напишите, что думаете по поводу такого вот смартфончика Honor 20 за 16 тысяч. Как вы считаете, достойный ли это аппарат за свои деньги, какие у него есть конкуренты, возможно. Возможно, кто-то из вас уже пользуется Honor 20, мне будет интересно услышать ваши впечатления о данном гаджете и мнение в принципе. Совсем скоро на канале выйдет обзор этого гаджета, я хочу сравнить его с iPhone XR, возможно, с Galaxy S10e. Хочу пофотографировать на этот гаджет, просто по полной, короче, до ниточки, до косточки разобрать и обсудить с вами этот смартфон. Потому что действительно это интересный феномен, когда мы покупаем свежий, новоиспеченный флагман на 128 гигабайтов всего за 16 тысяч. 16 тысяч. Просто у меня это в голове не укладывается, когда iPhone 11 дешевый, как бы все считают его бюджетным, стоит 60 косарей, тут флагман за 16. Реально грустно немножко становится, потому что понимаешь, что топовый процессор, 128 гб памяти, пускай какие-никакие, но все-таки 4 камеры, фронталка на 32 мегапикселя, безрамочный IPS экран. Да, IPS это вообще one love, я обожаю IPS дисплеи, я счастлив, что здесь не OLED, потому что, блин, это просто топовая конфигурация. В общем-то, как-то так, смартфон я определенно, определенно полюбил, но есть у него некоторые минусы, которые я бы ему, наверное, простить не смог. Давайте поговорим о них в следующих видосах, не будем уже затягивать. Всем хорошего дня, подписывайтесь на канал, здесь будет выходить еще очень много различных роликов на различные темы, различные обзоры смартфонов, сравнения и прочая хрень. Все это уже есть на канале, можете заглянуть и заодно подписаться, а также не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там я частенько выкладываю фотки с различных смартфонов, просто веду какой-то там блог. Кому интересен мой аккаунт или интересно, как фотить тот или иной гаджет, обязательно подпишитесь, все ссылки будут в описании. Ну, это все, что я хотел сказать на сегодня, всем хорошего дня, ребята, ну и настроения хорошего, всем пока-пока.